Иисус К Богу нет многих путей. Иисус уникален. Он сказал, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Рад снова быть с вами. Сегодня мы говорим о пути к Силе Божией. Вы знаете, что 20-й год нельзя назвать обычным. То, что началось в марте, еще не закончилось. Но в одном я уверен, то, как я знал Господа в начале года, мои привычки и рутина, всего этого недостаточно для тех вызовов, с которыми мы столкнулись. Я не хочу возвращаться к тому, где был. Я не хочу просто пережить вирус и вернуться к привычным делам. Я хочу по-новому узнать Бога. Я намеренно и систематически говорил Господе. Я хочу, чтобы в моей жизни была явно видна Твоя сила. Долгое время мы относились к Богу так, словно ходили в школу, чтобы узнать о Нем. Это неплохо. Я люблю учиться. Но Новый Завет дает нам другое задание. Он говорит, что мы послы. Нас отправляют в далекие места от имени принципов Царства нашего Господа и Бога. И наши посты будут безопасны лишь тогда, когда у нас будет сила Царства, которое мы представляем. Посольства США не продержались бы и неделю, если бы за ними не стояла поддержка и сила правительства и армии США. И мы с вами, как последователи Христа, как послы, не можем процветать без силы Божьей. Мы откроем Библию, сердца, будем вести записи. Давайте позволим Господу сделать так, чтобы Его сила стала частью нашего будущего. Я назвал эту сессию «Путь к силе Божьей». Все мы понимаем, что сейчас наши общины, наша страна и другие страны мира столкнулись с трудностями. И это не та проблема, которую мы можем победить с помощью политической или военной силы, или экономическими ресурсами, потому что главная ее причина — духовная. И чтобы увидеть победы в политической или экономической сфере в стране, нам придется победиться в духовных битвах. А для этого нам нужно научиться стоять в силе Божьей по-новому. Того, как мы приняли силу Божьей в 2019 году, не хватит для вызовов осени 20-го. Страница перевернута. Требования уже другие. Вы можете быть христианином много лет, иметь хорошее резюме в служении Господу, но вызовы этого сезона требуют от нас новых знаний и ответов. Мы должны быть готовы к переменам. Если мы и научились чему-то в этом году, так это тому, что мы должны быть гибкими, адаптироваться и меняться. Я прав? Если мы можем поклоняться в новой церкви, сидеть в другом положении, поклоняясь вместе, то, возможно, мы можем научиться по-новому работать с Господом. А вы готовы к этому? Вам придется преодолеть некоторые вещи, которые были частью вашей духовной формы. Вы должны сказать Духу Божьему, «Я хочу, чтобы мое ухо слышало, сердце было открыто, а глаза видели. Я хочу сотрудничать с тобой. Нам нужна новая смелость. Это наша цель. Нам нужна сила Божия». Я начну с Матфея 3 главы. Здесь мы видим заявление об Иисусе, которое повторяется во всех Евангелиях. Весьма мало вещей, которые записаны одинаково во всех Евангелиях. Но это заявление об Иисусе записано одинаково во всех Евангелиях. Это представление Иисуса, которое нам дает Иоанн Креститель. Он говорит, «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за Мною сильнее Меня. Я не достоин понести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Он будет крестить вас Духом Святым». Когда нам представляют Иисуса в начале каждого из Евангелий задолго до креста, до чудес, до служения и исцеления или наставления, нам представляют Иисуса не как Спасителя мира, а как Того, Кто крестит нас Духом Святым. У Иисуса есть нечто для вас. Я простой парень, я вырос на ферме в Теннесси, и если у Иисуса есть подарок для меня, то я стану в очередь за Ним. Я хочу пригласить вас принять участие в том, что Иисус желает для каждого из нас. Во втором послании к Коринфинам мы видим другую перспективу силы Божией. Павел обращается к церкви в Коринфе. Авторитету его служения бросили вызов люди, которые пришли после него в Коринф. Он напоминает верующим там о своем служении. Он говорит, мы несли Евангелие в Слове истины, в силе, Божией, с оружием правды в правой и левой руке. Представление истории Иисуса, Евангелия и Иисуса Христа, радостная весть должна приходить с демонстрацией силы Божьей. Павел не сказал, у нас был самый изысканный семинар. На самом деле, он сказал, я не пришел с мощными словами. Я не был изысканным оратором, но мы показали вам силу Божью. Я считаю, что в это время нам нужна демонстрация силы Бога, которому мы поклоняемся. Мы утратили свое воображение в этом вопросе. Когда Бог делает чудеса, как Он делает чудеса, это Его дело, Он Бог, но мы должны открыть свои сердца и умы, реальности того, что Бог вмешивается в наши жизни. Это не значит, что не может быть разочарования и проблем, но у нас есть послание об истине, силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке. Настало время. А в послании к Ефесианам 6 главе говорится... Многие из вас знают это местописание. Так вот, тут говорится о нашей борьбе с духовными силами зла в Поднебесе. И наша ответственность состоит в том, чтобы, сделав все, что мы знаем, стоять и сопротивляться, поддерживая имя Иисуса. И для этого нам дается все оружие Божие. Там сказано, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом. Когда говорится о том, чтобы мы молились в Духе, то там стоит большая буква. Мы молимся Духу Святому. Это молитва под водительством Духа. Я хочу поговорить с вами о молитве в Духе. Я согласен, что это можно понимать по-разному, но я хочу, чтобы вы молились в Духе и были уверены в том, что Дух Божий направляет ваши молитвы. Вы представляете, что можете молиться в полном согласии с волей Божией? Это изменит вашу молитвенную жизнь. Это изменит ваши отношения. А в Послании Иуды, 1 главе, в 18 стихе говорится, «В последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям». Это интересный контраст. Это люди, которые решили следовать нечестивому пути. В обычном состоянии они насмехаются над теми, кто выбирает благочестие. Он говорит, в последнее время появятся ругатели. «Все потому, что огромное число людей выберут нечестие». Именно эти люди будут сеять раздор. Они ослеплены миром и не имеют духа. Мы говорили на прошлых сессиях о слове, которое не совсем хорошо перевели на английский язык. На греческом это слово означает «душевный». Для такого человека цель в жизни – его счастье. Вы делаете выбор на основании ума, воли и ваших эмоций. Чего я хочу, что чувствую и что думаю. Это люди, которые думают о мире. Они душевные. Иуда говорит нам, что они не имеют Духа Божьего. Духу Божьему нет места в них. Они являются противоположностью того, о чем мы читали в послании к Ефесиным. Они не молятся под водительством Духа. Они не держат в своих руках оружие праведности. Потому что они предали себя ничему иному, как нечестивым похотям. Они душевны. Они сконцентрированы на мире и не имеют Духа. А в 20-м стихе мы видим «Союз А». Он говорит о смене направления. Он говорит, мы развернемся на 180 градусов и пойдем в другую сторону. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. И снова мы видим, что можем преодолеть душевность, нечестие в нашем мире, посвятив себя молитвам, которые направляет Дух Божий. Это путь к силе Божией. Книга «Деяний» говорит нам о том, что сделали ближайшие друзья Иисуса после того, как Иисус вознесся на небо. В первой главе «Деяний» Иисус возвращается на небеса. Начиная со второй главы, ближайшие друзья Иисуса без личного наставления Иисуса. До этого Иисус три года отправлял их подвое, рассматривал их переживания или позволял им служить под его водительством и наставлением. И он приходил, если они застревали или не знали, что делать. Но теперь Иисуса нет. Вместо себя он обещал другого утешителя, Духа Святого, который не оставит нас. И во второй главе «Деяний» они начинают свой путь. Я быстро пройду с вами первую треть книги «Деяний», буду давать вам по стиху из этих глав. Я хочу, чтобы вы сконцентрировались на двух вещах. Демонстрации силы Божией и том, как быстро начались гонения. Ведь эти вещи идут вместе. Скажу вам честно, если вы готовы принять силу Божию и позволить ей стать частью вашего пути, то вы должны быть готовы противостоять трудностям, которые идут с этим. Кто из вас еще хочет этого? Если вы готовы сидеть на улице в сентябре на служение, то это означает, что у нас здесь посвященные и ревнители Иисуса, носители веры, да? Я готов оказаться в любой из этих категорий. Иногда мне говорят, «Дорогой пастор, я не хочу зайти слишком далеко, а вот я хочу. Я хочу найти край, построить вылет и прыгнуть куда-нибудь на всей скорости. Я не ищу середины пути». Итак, Деяние, вторая глава. Это день Пятидесятницы. Петр проповедует, и там сказано. «Итак, охотно принявшие Слово Его крестились и присоединилось в тот день душ около трех тысяч». Ранее в этом городе люди кричали Иисусу «Распни его». А во второй главе Деяния три тысячи человек признали Иисуса из Назарета в качестве Мессии и крестились. Это чудо, друзья. Представьте, что мы начнем видеть, как люди тысячами будут говорить, «Я принимаю Иисуса Мессию». «Я хочу креститься». Не стоит читать это так, словно это мелочь. Мы должны открыть свои сердца. Книга Деяний призвана укрепить нас на пути. Это не урок истории. Она не для богословских дебатов. Она не для того, чтобы разбирать проповедь Петра и определять, как хорошо он следовал систематическому богословию в первой проповеди после Вознесения. Она показывает, как вести себя. Я с нетерпением жду того, чтобы тысячи людей исповедались вере. Нам понадобится столько людей для одного крещения. Нам понадобится больше бассейнов. Я в большем восторге, чем вы. Итак, Деяние третья глава. Петр и Иоанн идут в храм. Они встречают попрошайку. Сказано, и, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, встал и начал ходить. И вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Весь город взбудоражило исцеление этого человека. Все проходили мимо него. Он стоял там с картонкой, на которой было написано «Готов работать за еду». И тут они увидели, что он исцелился, стал нормальным. Он ходил, прыгал, прославлял Бога. Это взбудоражило весь город. В Деяниях четвертой главе сказано, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны. И исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Настало время, чтобы места, где мы собираемся, поколебались, и мы начали говорить Слово Божие со смелостью, которая выше нас, с властью, которая выше нашего интеллекта. Нам нужна помощь Духа Божьего. В Деяниях пятой главе сказано, «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушные пребывали в притворе Соломоновым». Это храмовая гора. Это то же место, куда Иисус приходил тайно. Они искали Его там, чтобы арестовать. А теперь там ежедневно собираются сотни людей, и происходят чудеса во имя Его. К концу пятой главы Деяний говорится так. Верующих же более и более присоединялось к Господу. Множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы хотят тень проходящего Петра, осенило кого из них. Столько людей принимало веру, и столько людей нуждались в чудесах и исцелениях, что было невозможно возлагать руки на всех больных и молиться отдельно. Они выстраивались на улицах, чтобы тень Петра упала на них. До 20-го года мы могли обидеться на это, но в этом году мы научились адаптироваться по-новому. Если бы прошлым летом я сказал вам, что мы будем проводить служение на улице в июле и августе, и вам это понравится, вы не были бы в восторге. В этом году мы научились адаптироваться. Я готов адаптироваться к движению Духа Божьего среди нас. Я верю, что Бог поменял наше расписание в этом году. Он изменил наши жизни, взбудоражил наши сердца. Я не хочу возвращаться к статусу Кво предыдущих годов. Там сказано, сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Вы верите в то, что злые духи и сейчас мучают людей? Я верю. Готовы ли мы молиться за освобождение людей? Пятая глава, следующий стих. Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ересе саддукейской, саддукеи контролировали храм. Храм был центром не только религиозной, но и политической жизни иудеев. Это был национальный банк. Саддукеи были самыми богатыми и влиятельными людьми в Иерусалиме. «Сказано, первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ересе саддукейской, исполнились завистью. Они завидуют бедным рыбакам из-за того влияния, что им оказывают люди. Сказано, и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал, «Идите и став в храме, говорите народу все сии слова жизни. Вернитесь к тому, где вы были, когда вас арестовали, и закончите свою проповедь». Это не то, что я ожидал услышать от ангела. Лучше бы ангел сказал «я пришел поразить саддукеев и избавиться от них» или предупредил их «больше не ходите туда никогда». Но он выпустил их из тюрьмы и сказал «возвращайтесь туда, где были, вот вам записи». Готовы ли вы сказать «Господи, я буду следовать за тобой, даже если все ответы будут негативными». Забудьте на минуту вероятность того, что вас арестуют или посадят в тюрьму. Просто представьте, что это будет стоить вам чего-то, отношений, возможности бизнеса или кто-то, чье уважение вы считали важным, но кто не принимал благочестивых решений, говорит вам «я не верю в это». Будете ли вы придерживаться своего свидетельства? Мы больше переживали по поводу мнения мира, чем думали о том, чтобы угодить Богу, признав Его истину в нашей жизни. Я хочу нести Евангелие людям, которые не знают истины, и делать это без осуждения. Я не хочу нести слова осуждения, но я также не готов компрометировать истину, чтобы получить одобрение нечестивых. Это не сработает. В Деяниях 6 главе 7 стихе сказано, «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме». Из священников очень многие покорились вере. Иерусалим начал меняться ради Иисуса. Они приносили больных и клали их на улицах. Они исцелялись, и многие приходили к ним. Людей было так много, что политические лидеры и богатые люди стали завидовать им. В 6 главе мы видим Стефана. Его избрали служителем в Первой Церкви. Слава Богу за полицию. Если вы не молитесь за них регулярно, вам стоит начать. Они следят за нами. Это истина. Я устал слышать критику, насмешки и унижения в их адрес. Я знаю, что это не идеальная группа. Прямо так от начала и до конца. Но то же самое можно сказать и про те группы, с которыми связаны мы сами. Такова истина. И это меняет наши жизни. Без этого мы были бы намного уязвимее. Я читал Деяния, 6 главу, где говорится про Стефана. Там сказано, что они не могли противостать мудрости Стефана и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать, мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. Они завидуют ему. Они не могут противостать его мудрости и духу, которым он говорил. Дух написан с большой буквы. Это дух Божий, который говорил через него. Они понимали, что не могут победить его своей мудростью и своими словами. И они заплатили людям, чтобы те соврали о нем. И возбудили народ, и старейшин, и книжников, и напав, схватили его и повели в Синедрион. И предоставили ложных свидетелей. Немного напоминает 21-е столетие, да? Они закрыли церкви, независимо от того, что говорит Конституция. Если вы противостанете им, они начнут унижать вас и угрожать вам. Мы видим не нечто новое. Не мы одни переживаем трудности или гонения. Мы делаем все, чтобы попасть в Божью историю нашего поколения. Некоторые из вас знают конец этой главы. Стефана убили на улице города. Это сделала злая толпа, которые возбудились с помощью лжи и подкупа. Последние слова, которые сказал Стефан, были следующими. Я вижу Иисуса стоящего. А глава заканчивается тем, что Павел стоял там, поддерживая их. Это деяние 8-я глава. Саввел же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. А Саввел терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин. Он отдавал их в темницу. Я не хочу, чтобы вы упустили эти удивительные чудеса и исцеления. Весь регион взбудоражен. Происходят события, которые ученики никогда не переживали в своей жизни. Их арестовывают, гонят, против них выдвигают ложные обвинения. А теперь одного из них убили. Готовы ли вы проявить смелость ради Иисуса перед лицом сопротивления? Готовы ли мы взять свою историю с Иисусом и сказать, «Я выступаю за Иисуса из Назарета. Я не уступлю в истине. Он – Сын Божий». Он родился от Девы? Он умер на кресте, воскрес из мертвых. Он жив? Он вознесся на небо, и Он вернется снова на землю. Он установил Свою церковь на земле. К Богу нет многих путей. Иисус уникален. Он сказал, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я есть путь, истина и жизнь». Друзья, это наша задача. Мы можем любить людей, которые далеки от Бога, но мы должны говорить им истину. И с этим придет сопротивление. И чем эффективнее вы будете, тем больше будет сопротивления. И вот странная часть – сопротивление будет со стороны религиозных людей, ваших близких. Настало время, чтобы места, где мы собираемся, поколебались, и мы начали говорить Слово Божие со смелостью, которая выше нас, с властью, которая выше интеллекта. Вы забыли сказать на это «Аминь». Для меня честь и привилегия быть с вами. Проходите вместе это время под зонтом господства Иисуса. Я хочу помолиться с вами, прежде чем мы закончим. Я хочу помолиться о том, чтобы Дух Божий дал вам откровение Иисуса, которое реальней всякой угрозы или тревоги. Мы должны понять, что Бог дал нам все необходимое для жизни и благочестия. Давайте помолимся. «Отче, мы благодарим Тебя за это время. Господи, я знаю, что это не пугает Тебя. Тебя они застали врасплох. Ты готовишь людей, которые станут Твоими послами по всей земле. Я молюсь о том, чтобы Ты дал нам смелость и уверенность, чтобы мы были защитниками Иисуса так, как мы даже того не представляли. Прости нас, что мы забыли, отвлеклись или испугались. Дай нам силу и смелость. Я благодарю Тебя за это во имя Иисуса. Аминь». Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Благодаря молитве мы не одиноки, когда встречаемся с вызовами или проблемами. У нас есть помощь всемогущего Бога. Смело приносите свои молитвы к престолу благодати, и всем сборникам пастора Аллена. Давайте молиться. 30 дней молитвы. Пока вы пьете утром кофе, у вас может появиться новый подход к жизни. За ваше пожертвование вы получите чашку для кофе, которая будет напоминать вам о новой утренней привычке с Господом. Заказывайте все по номеру, который видите на экране, или зайдите на наш сайт, чтобы получить этот набор в подарок за ваше пожертвование. Спасибо, что поддерживаете наше служение. Вместе мы меняем мир. Церковь. Мы продолжаем двигаться вперед. Мы проводим служение. Наша церковь жива. Мы хотим, чтобы вы были с нами. Мы не могли приходить с Мартом. Сегодня мы впервые здесь, и мы очень рады быть сегодня здесь. Это ободряет, потому что ты видишь, что мы можем быть вместе. Это здорово. Когда я услышала о ковид, то не испугалась. У меня есть Бог, и я ничего не боюсь. Совершенно ничего. Я призываю людей приходить, встречаться, общаться, быть частью тела Христова. Не верьте лжи, что вы можете быть сами. Это совершенно не так. Жизнь чудесна. Возвращайтесь. Приходите в церковь снова. Приглашайте своих друзей и родных. Это будет чудесное время. Надеемся увидеться с вами. Благодаря молитве мы не одиноки, когда встречаемся с вызовами или проблемами. У нас есть помощь всемогущего Бога. Смело приносите свои молитвы к престолу благодати с новым сборником пастора Аллена. Давайте молиться. 30 дней молитвы. Пока вы пьете утром кофе, у вас может появиться новый подход к жизни. За ваше пожертвование вы получите чашку для кофе, которая будет напоминать вам о новой утренней привычке с Господом. Заказывайте все по номеру, который видите на экране, или зайдите на наш сайт, чтобы получить этот набор в подарок за ваше пожертвование. Спасибо, что поддерживаете наше служение. Вместе мы меняем мир.